Алкоголь, яд. Товарищи, я хочу вам сказать, вот он забыл все время, я все время забываю. Товарищи, алкоголь, яд. Вот, значит, я говорю, вот, я рассказал вам, как я себе разрезал ногу на слонах, возле слонов, перед трубой, перед миром, вы знаете, да? Там поехал за мной наперед, упал, ногу разрезал сильно, зашил нитками прямо на горе, и потом там мазал йодом, с рептоцитом заливал, все нормально. Вот, я все рассказал, о, крутой чувак, Саш, сидел дед, сидел дедушка на первом ряду и спал все первое отделение. И мне было так ужасно, я не знаю, вот, спал, потом он проснулся, зараза, я вышел и говорит, э-э-э-э, вот, значит, в общем, история была в Кировске. В Кировске, как известно, снег дышит круглый год, да. Значит, этот мужчина, ну, горнолыжники и сноопардисты, они каждый день что-то проснуют. Там, день рождения, правые лыжи, левые лыжи, там, каждый винтик, там, каждый, все это, нужно все это обмыть, естественно, иначе плохо кататься будет. Вот, и вот после очередного празднества, значит, вышли они на гору, вышел он на гору, вот, а, еще одна, значит, правильный лыжник облезла, не бред, выглядит он зверовато. Он на горе почти не говорит, а говорит только матом. Вот, утром крылоножник должен быть злой, у него ничего не работает, ноги не гнутся, в голове жужжит, вот, и одна мысль, что сломать бы эти лыжики, мы не фигни, и пойти, но выпить еще с друзьями. Вот, он вышел на гору, встал, ему захотелось, слава богу, по-маленькому. Он смотрит, посередине горы стоит нитий, зеленый домик. Он устремился к этому домику, а поскольку утро, холодно, его разнесло, он в домик, хабах, домик постоял, подумал, упал. А у него такой уклон, ну, знаете, на домиках всегда есть, чтобы скатывалась вода не внутрь, на человека, а в ней. Упал домик, значит, вот, а у мужчины, поскольку с подунища, у него, значит, там, это самое, гироскопы все там треснули, он, значит, схватился за домик руками, ножки подогнул, вот так вот, и едет на домике. С тихим хрустом, вот, едет, народ вокруг, а домик, а домик едет, знаете, домик едет, вот, ничего с ним не происходит, всем хорошо. Народ хохочет, значит, не съехал, народ подъехал там, ну, развлекуха, что-то. Ребята, это только начало, теперь самое главное. Мужик слез с домика, нацепил лыжи, тут домик открывается, и оттуда вылезает второй мужик. Тебе нет, да? Ой, бля, я думал, у меня крыша поехала. Извините, из песни слова не выключу. Даже концерт был испортен, потому что я не мог ни петь, ни говорить, ничего, потому что это, вот, все, это выдумать невозможно, это можно только пережить. Я всегда считал, что жизнь гораздо интереснее, чем все, что про нее придумывают все Акунины вместе взятыми с Майдинами. Да. А вообще-то, вот это нас. А горные лыжи, все, что с ними связано. Вадик, вот я себя плохо слышу, к сожалению, если можно подзвушку добавить. А вообще я родом из, вообще безродный космополит, я родился в Славгороде, Алтайского края. Потом мы поехали в Петербург, он учился в Академию имени Можайского. Вот. А потом после Можайки, да. Можайка. Можайка форева. А, Жуевец. Да. А потом после Можайки, поскольку у нас было слабое здоровье, вот, мы поехали в город Симферополь, 28. 18 километров от Симферополя. Замечательное место под названием Школьное. Чистое поле, продуваемое ветрами со всех сторон. Там ветер дует 385 дней в году. Вот. И я считаю, что Крым это моя родина, хотя, к сожалению, туда уже попасть невозможно.